я друзья когда смотрю вот на эти самолеты и думаю боже мой это ж как человек вот такую махину сделал все просчитал материал специальный создал что вот он вот так вот болтается такой какой-то пластичный потом когда взлетает самолеты я понимаю что это же человек сделал скопировал с птицы это же подобие птицы почему и называют железные птицы когда смотрю на корабли это мы взяли тоже подобие рыб и получается природа совершенно она все эти конструкции уже сделала за нас а мы только от природы все берем все краски и конструкции так друзья все прошло конечно так все это стрессово разворачивают прилично людей процентов 20 осуществить так нового мало с этими сумками без колесиков то это же кошмар забрал он у меня обрек меня на это таскание аэропорты большие чита или чита что нифига себе и сейчас моя пустая сумка надеюсь из нее вообще ничего не выпало потому что там открытый карман у меня она вообще не приспособлена для багажа вот мы чемодан вижу один мой красненький сумочка прикиньте пустая короче ездила в кармане не помню что я туда положила надеюсь ничего не выпало господи сейчас все свожу мне да как удобно на колесиках у меня до вселения в 11 часов это 47 часов и слушайте все так это конечно стрессово и вот эрик если вот так вот поедет для него это вообще нервотрепка будет сплошная и сейчас вот передо мной развернули мужчину пара семейная почему-то подумал что они россияне были похожи на россия но нет иностранцы по-английски говорят не знаю откуда и все у него что-то не считывает и все этот автомат его лицо его к одному офицеру ко второму в общем развернули в какую-то комнату повели жена осталась дать прошла таможню потом еще двух парней развернули потом девчонку развернули много прям так скажу и слушайте и с реком когда разговаривала показывала ему билеты он не говорит ты зачем говорит такой большой интервал берешь ты чё говорит будешь в аэропорту сидеть в час восемь часов я говорю чё я два раза говорю буду по 8 сидеть такую с ума сойти такие билеты взяла я говорю знаешь что говорю я сама себя танцую сама на себя плачу и сама себя танцуем говорит ну да правильно я говорю когда ты меня везешь ты меня танцуешь и в общем посмеялись но мы когда вы ездили в канкун он на работе было говорит посмотри билеты купе и я купила на свое усмотрение мы летели через дала с пересадкой там пять часов нам было в аэропорту сидеть но для меня пять часов это ничто потому что самолет задерживается на час уже остается четыре часа если на два то вообще стоит было такое мы как-то летели на круиз майами и тоже рейс все откладывают откладывают но ладно запад на был день запаса у нас там что-то началось и не знаю какой то ли вьюга то ли ураган фиг знает то ли ветер сильные вот откладывали откладывали и все и он говорит не я пять часов не буду сидеть и короче позвонили отменили эти беды нам дали другие и он взял интервал 2 что ли часа ну и что вы думаете с во первых самолет задержали потом как мы неслись по этому аэропорту там на поезде еще надо ехать но мута вас был ой и вот он сидел у него ногами знаете как это нервно когда дергается так вот приступывает вот так вот так вот он сидел вот так в поезде потому что все у нас времени нету она вышла она на следующий самолет и как мы неслись я бегу иду ее поросоты вот чтобы пять часов не посидеть в аэропорту а в итоге бы два только сидели и все прибежали правда нас подождали там на самолета но раз он стыковочный был но факт тот что вот он перенервничал а я такая ехала думаю вот-вот вот это твои правила и они не работают и вот сейчас и вот сейчас вот куда-то с ним ехать вот так вот я сама-то вся знаете это волнуюсь постоянно то одно то другое все одно сейчас паспорт подавала спрашивает насколько приехали я говорю на пять дней сердечко то все равно кого-то цену мало ли знаете столько раз тем более останавливали везде и слава богу вот прошла вот и сюда прикреплю немножко видео почему никогда не берем ни друзей никаких с собой если видит с реком и вообще с ним очень сложно куда-то ездить расскажу почему мы ездим с реком то я вообще там в эти путешествия даже не встреваю он все делает он все планирует я вообще это просто иду за ними все мне это тоже нравится лучше раз он платит раз он знает куда ехать значит будет так я чё туда буду встревать я понятия не имею куда мы ездим он все планирует потом почему я езжу со своими родными потому что мне с ними ездить комфортно у нас нету вот таких терок которые могут быть с людьми с которыми я мало знакома с которыми меня не связывают родственные связи понимаете мне комфортно ездить со своими близкими что это лена что внуки что мама с сестрой с племянниками потому что мы единое целое понимаете у нас потому что у нас нет вот таких мелких конфликтов не денежных нигде там жить но еще мы такие мы тоже знаете себя уже проверили во всех этих поездках можно и с родственником с истеричным с каким-то ехать вечно недовольным просто мы не такие поэтому нам комфортно со свет и комфортно нам ездить вот и поэтому конечно я вот и езжу с ними потому что эти путешествия будут очень комфортные точно так же как мы в тайванд всегда ездили с детьми и всеми другие брали с детьми если у нас дети орали они орали у всех если у детей там кто-то обкакался описался у кого-то настроение нету у кого есть дети они друг друга понимали если бы с нами поехал человек у которого нету детей и внуков господи для него бы это был ад адовый он бы сто раз пожалел что он вообще поехал с нами он бы ненавидел и нас и наших детей и это бы отдых был испорчен поэтому таких людей не надо с собой брать нужно ко всему этому подходить очень четко я допустим вот с риком к если куда-то езжу мы никогда не берем никаких друзей знакомых я никого не приглашаю потому что я знаю его он соскочил в пять утра все ему надо ехать он не ждет ни минуты ни секунды хорошо что я очень быстро собираюсь я всегда я никуда не опаздываю просто я такой человек всегда заранее приезжаю я очень быстро всегда собираюсь моментально это у меня всегда так было и это реку очень подходит потому что он соскочил все у него все по минутам рассчитано так тут остановить сюда поехали так туда пошли и я прекрасно знаю если я с собой позову не дай бог какую-нибудь подругу или еще кого-то и этот человеком допустим постоянно опаздывает медленно собирается господи так это я между двух огней окажусь это я буду злиться на подругу свою что там не может собраться она не может собраться рик будет на меня давить что ее поросоты ну что ты позвала сейчас мы тут это все планы у нас нарушены я должна перед ним буду оправдываться и все отдых испорчен я знаю река поэтому мы везде ездим одни нам вообще прекрасно одним раз прекрасно есть опять же семьи которые не могут ездить одни они ругаются все время они все время чем-то недовольны им всегда нужен какой-то третий четвертый человек который будет их объединять или как бы они будут переключаться на этих людей тогда они более-менее как бы ездят получается этим людям скучно друг с другом ездить вот это не наш вариант слава богу нам в поездках никогда не скучно а очень даже кайфово ну все всем пока всем хорошего настроения пока пока и 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